Дата празднования 8 февраля не случайна. Именно в этот день, в 1724 году, по указу Петра I, была образована Российская Академия Наук. Наша страна стала первопроходцем в разработке учений о биосфере. Первой в мире запустила искусственный спутник Земли. В кратчайшие сроки создала бомбу, которая в советское время оказала большое влияние на политическую ситуацию в мире. Сегодня разработки в атомной отрасли играют ключевую роль в научной сфере России. Поэтому День Российской Науки можно по праву назвать профессиональным праздником каждого сотрудника ВНЕФ. Мы в первую очередь чествуем теоретиков, математиков, научных сотрудников, тех людей, которые занимаются разработкой идей и реализацией этих идей. Благодаря развитию атомного проекта Российская Наука в свое время совершила большой скачок вперед. Были получены уникальные результаты, которые позволили сделать прорыв во многих направлениях. Появились новые дисциплины – суперкомпьютерные и лазерные технологии, ядерная медицина. Значимый вклад во все эти достижения внесли сотрудники и нашего института. КБ-11, затем ядерный центр. И мы по праву гордимся теми результатами, которые были получены и нашими предшественниками, отцами-основателями нашего ядерного центра, нашими специалистами, которые трудятся и продолжают трудиться сегодня в ядерном центре. Весь вечер в адрес всех сидящих в зале звучали теплые слова и поздравления. Приятным сюрпризом стало выступление гостей из Санкт-Петербурга. Пьем за свершение светлых мечтаний, за исполнение ваших желаний. Сегодня в России поддержки науки уделяют приоритетное внимание. Потому что именно от ученых зависит не только экономический рост страны, но и качество жизни каждого человека. Мария Руднич, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.